Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами снова Катя и наверное это видео будет больше для девочек, потому что я буду рассказывать о своем зимнем уходе за лицом. Заранее извиняюсь за может быть прыгающий свет, потому что у нас наконец-то выглянуло солнце и охота поснимать при дневном свете, а не при искусственном, но к сожалению у нас помимо солнца есть еще туча, поэтому я буду соответственно то теплее, то холоднее. Итак, давайте все-таки приступим. Многие девочки давным-давно просили мне рассказать то, чем же я пользуюсь в итоге зимой для своего лица, потому что кожа у меня бывает очень капризная. Она не склонна к акне, она склонна к мелким высыпаниям, если ей что-то не нравится, она как та самая девочка, которая любит сладкое, но если ей дают сувый шкал, то она говорит фи. Вот моя кожа тоже самая, потому что получается так, что если вдруг я ее слегка больше перепитываю, возникает пара подкожников, если она становится сухой, сразу же возникают соответственно такие массивные, скажем так, шелушения. Поэтому если так или иначе постоянно веду какие-либо диалоги, и наверное я вам сейчас покажу тот список средств, которые действительно меня спасают зимой. Первое с чего я начну, это наверное будут умывалки, потому что я считаю, что этап очищения лица, он один из самых главных вообще в уходе за лицо. Соответственно из-за того, что у нас зима, кожа постоянно, скажем так, не допитана, я стараюсь комбинировать несколько умывалок. Допустим у меня вот есть вот такая вот от Миша из серии Суперакова, вы знаете, я ее не люблю, потому что сначала она мне понравилась, было хорошо ровно до середины бутыля, а этот бутыль у меня уже где-то примерно 2-3 месяца. После середины бутыля я начала чувствовать действительно стягивание кожи, которое потом в последующих разах, естественно, приходится перекрывать так или иначе кремом. Но очищает она на ура, она жутко едкая в плане того, что она просто жутко щипет глаза. Если вдруг вы попали ей, то есть она абсолютно не подходит для того, чтобы делать демакияж с глаз, это действительно хорошая именно умывалка для вашей кожи. Для того, чтобы делать демакияж с глаз, я использую такое гидрофильное масло у меня от Тони Молли. Относительно бесполезная вещь с большим достаточно расходом, но тушь у нас мывает действительно хорошо. Если вы хотите ей смыть бибишник, я не самом деле не замечала, потому что я так или иначе все равно потом пользуюсь вот этой умывалкой. Сначала, допустим, разъедаю все маслом, если я использую бибикрем. Если я не использую бибикрем, я этого еще вообще не пользуюсь. Я делаю демакияж глаз исключительно либо мицеллярной водой, либо сейчас у меня есть сифура двухфазная, а потом уже просто умываю лицо. Если же у меня нет никакого плотного тонального крема, допустим, то есть для плотного тонального крема, давайте так разобьем, для плотного тонального крема я использую вот это вот средство. Если у меня бибикрем, я использую уже больше гидрофильное масло. Если уже у меня вообще ничего нет на лице. Так вот, если же у меня вообще нет никакого тонального крема на лице, либо это легкий CC крем, либо, не знаю, там вообще легкий какой-нибудь летний флюид, то я обычно использую сейчас вот такую вот умывалку от La Roche-Posay. Это на основе термальной воды, смягчающей пенящейся гелью. Чрезвычайно чувствительная кожа комбинированного типа без парфюмерных одужек, консервантов и мыла. Вы знаете, единственный в ней печальный запах, ой, единственный не печальный фактор это ее запах, это действительно так. Для меня она пахнет слегка неприятно именно химическими соединениями, но это только говорит то, что она действительно гипоаллергенна. А как она пенится? Она пенится, если вы наносите немного средства, то просто великолепно, если много средства, она больше уже похожа на гель. Поэтому вы ее можете как бы превращать как и в пенку, так и в гель, соответственно, варьируя просто степенью нажатия бутыля. Мне она нравится, она действительно хорошо очищает, она действительно это делает просто мега деликатно, от нее вообще нет никакого чувства и стянутости кожи. Идеальная вещь. Более того, самое главное, она не щипет глаза и, конечно, она вам не смоет супер водостойкую тушь, но легкую тушь, которая у вас осталась уже к концу дня, она смоет легко, даже без предварительного до макияжа глаз специальной жидкостью. Маски, 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 еще раз маски. Я их действительно очень сильно люблю. Люблю их на себя наносить, соответственно, они меня расслабляют, поэтому у меня их несколько. Сейчас, которыми я пользуюсь, это вот такая вот маска от Миши. Я напишу все названия внизу, потому что, чтобы их не перевирать, если вам будет интересно, посмотрите то, из чего они стоят. Короче, она черного цвета. У нее в наборе идет лопаточка, она очень-очень-очень густая, она больше действительно похожа на глину. То есть она такая черно-даже серая. Я наношу на те места, где у меня расширенные поры, она слегка их высветляет, она убирает слегка, если у вас есть, скажем так, закупоренные поры, она их раскрывает и чуть-чуть сужает. То есть, честно говоря, эта маска реально на троечку. То есть эффект есть, эффект не сильный, но при этом, слава богу, что он вообще есть, чрезвычайно того, что у нас очень мало действенных средств против черных точек. По крайней мере, для себя я их пока что прям вот супер-пупер не нашла. Еще одна маска от Миши, которая у меня уже заканчивается, это вот такая вот увлажняющая, наверное, маска или маска, обогащенная кислородом. Она тоже из серии Супер Аква. Она очень интересная, я вам ее недавно... Ой, показывала в каком-то из своих видео. Я теперь себя в ней измазалась, у меня пушечка упала. Я вам ее недавно показывала, она постоянно пенится, если вы ей не пользуетесь. Она все продуцируется, продуцируется в мелкую пену. Она очень хорошо успокаивает кожу. Она действительно кожу приводит в тот самый легкий тонус, как бы, в который вот ей необходима у нее. В составе какие-то вот мелкие, непонятные для меня частички, которые иногда слегка мне пощипывают кожу, если она очень сильно обезвожена. Поэтому мне она очень понравилась, серьезно. Это одна из самых приятных, я бы так назвала. Она не супер-пупер действенная, да, то есть у нее нет офигительного вау такого эффекта. Но она действительно приятная, иметь ее на полочке всегда приятно. Ее нужно мало очень держать на лице, то есть буквально там 3-5 минут, и вы ее уже смыли. У нее очень приятный запах, и кожа после нее нереально мягкая. Еще одна маска, которая у меня есть, это маска от Clinique Anti-Blemish Solution. Я думаю, что вы о ней уже все знаете, потому что ее очень сильно любит Ник, и я, наверное, подсела на нее из-за Ник. Это маска с белой глиной, которая отлично подсушивает все шелушения, которая отлично вытягивает всю ту грязь из кожи, которая сидит внутри. Действительно действенная вещь, если у вас есть какие-либо прыщики, потому что они вместе с ней гораздо быстрее подсыхают, уходит краснота. Я ее действительно тоже очень сильно люблю. Итак, давайте, наверное, приступим больше уже к крему, потому что крема так или иначе спасает меня больше всего, наверное. Первый – это цикокрем. Я уже не знаю, как бы, что вам о нем рассказать. Я его люблю наносить на шелушение конкретно. То есть, если у меня шелушится на зиму, либо у меня очень часто шелушатся почему-то вот эти вот места около рта. Я не знаю почему, но вот здесь чаще всего они шелушатся. Либо лоб еще очень сильно шелушится. Я на ночь наношу просто цикокрем. Либо я наношу его тогда, когда я дома, потому что на цикокрем косметика ложится, но не супер-пупер. То есть, ничего не стоит ждать, потому что он очень густой. Меня многие спрашивали, что такое цикокрем. Насколько в моем понимании, то есть, я не драматолог, да, я не человек, который изучает кремы, я их не делаю. То есть, я, наверное, вам пишу свое понимание. Цикокрем – это максимально густой крем с минимальным аллергенным фактором, который заживляет и успокаивает кожу. Его рекомендуют в основном при таких вот нервных дерматитах, при дерматитах у детей, когда кожа начинает, допустим, там, диатез у детей возникает, еще что-то. То есть, это что-то типа нашего советского детского крема, наверное, так. Так, но уже более модифицировано, с добавлением определенных витаминов, потому что детский крем, он был жирный, неприятный, этот быстро впитывается, все хорошо. И мне он реально нравится. Он мне, да, если его пользуют каждый день, он, конечно, заглет поры, потому что он, ну, очень густой, в нем очень большое содержание разных компонентов для того, чтобы успокаивать и восстанавливать кожу. Но он и не заявлен как крем, которым нужно пользоваться каждый день. Это действительно локально. Если у вас есть загрубевшая кожа, там, на локтях, да, допустим, зимой, если у вас цыпки идут по рукам зимой, и у вас руки обветренные, вообще, если у вас есть участки, на которых максимально сохнет кожа, потому что, ну, мне кажется, что человеческое чело не идеально, и, в общем, каждый страдает такой вещью, то вот, та вещь, которая действительно вас спасет. Также у меня есть дневной, соответственно, ночной крем. Ночной крем у меня от Ансимонин. Я рассказывала как-то про эту косметику. Это серум, который, скажем так, нормализует цвет вашего лица, делает его более ровным, более гладким. Крем офигительно дорогой, просто я не знаю, почему он такой дорогой. На данный момент он продается, по-моему, в ЦУМе еще в паре магазинов. И, вы знаете, у меня от него просто не идут прыщики и не сохнет кожа, потому что большинство кремов, которые ночные, у меня от них начинают мелкие высыпания. У меня кожа вообще не очень любит, когда на ночь на нее что-либо наносят. При этом, если на нее ничего не наносить, то сухость как бы есть, потому что я всяко умываюсь перед сном. Поэтому приходится с ней играться. И вот очередная игрушка, которую она мне позволила, моя кожа, это вот этот вот серум. Он хороший, у него единственный минус большой, это его запах. Запах точно такой же, в принципе, ну не точно такой же, но похож на вот этот вот гель от La Roche-Posay, потому что запах просто реально химических соединений, которые входят в состав данного крема. В общем, он мне действительно нравится, самое главное, он мне просто подходит. Точно так же у меня есть дневной крем, сейчас я его пользуюсь, потому что у нас влага на улице уже не минус 20, не минус даже 12. У нас сейчас, представляю, на улице минус 3, плюс 1, минус 5, то есть температура, которая уже абсолютно адекватная хотя бы. Я сейчас стала снова пользоваться своим крем-гелем от Clorans. Я про него столько раз всего рассказывала, я его люблю, и сейчас у меня есть еще одна банка от Clorans, которую нужно начать, потому что все-таки я понимаю, что мне от него недостаточно увлажнения. Также у меня есть пара помощников для глаз, это вот такой вот крем от La Roche-Posay и вот такой вот крем от Benefit. И вы знаете, от La Roche-Posay я в нем, честно говоря, что-то подразочаровалась, потому что, несмотря на то, что он гипоаллергенный, вроде бы как и вся косметика La Roche-Posay, у меня началась небольшая сыпь. Я еще грешу на то, что я перестала наконец-то пользоваться патчами под глаза, потому что моя кожа начинает лениться и начинает не доводить в участки кожи под глазами те питательные вещества, чтобы она хотя бы не сохла. Поэтому, когда я перестала пользоваться патчами, кожа моя резко показала мне средний палец на своей руке и начала резко сохнуть, прям вот жутко. Поэтому, в принципе, я начала пользоваться кремами под глаза. И то ли из-за того, что кожа высохла и я ее начала питать, то ли из-за чего, ну, в общем, у меня есть образовалась сипь. Короче, я вот буду играться с этим кремом, и также я пользуюсь таким вот кремом от Benefit. Он идет, скорее, больше как баловство, то есть действительно локальное питание не на целый день, это локальное питание на пару часов. Ну, в принципе, мне его хватает. Вот, вообще вся косметика под глаза, насколько я понимаю, это больше идет как не баловство совсем. Ну, в общем, вы нифига особо не измените. Вот, по крайней мере, то есть, чем я пользовалась, потому что, не знаю, я пока что не нашла средств, которые я была бы прям вот боготворила и всю жизнь бы им пользовалась, как вот, допустим, у меня третья банка в Клорация идет. Вот, так что, в общем, это все, чем я пользуюсь. Еще, конечно, я пользуюсь тканевыми масками, да, которые у меня сейчас просто закончились, и у меня их нет в наличии. Еще у меня есть одна увлажняющая маска от Clinique, не столько вот зеленого цвета, а розового. Я пользуюсь летом. Это уже будет, наверное, больше летний уход. Зимой я ее не пользуюсь, так как она гиперпитающая, прям вообще пипец, и она больше подходит именно под ожоговые варианты. Вот, так что, если у вас будут еще вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я на них вам постараюсь ответить. Я надеюсь, что вам понравилось. Я вас всех очень сильно люблю, всех целую и всем пока!